Променяли большой мегаполисный город, мегаполисно, на вот эту станицу. Как вы туда к вам приехали? У вас тут родственники нет? Глаза такие. А когда приехали зимой? А где жили в гостинице? И как начали эти волны бить? Ветер ледяной, минус 12, свет отключали. Дети-то они молодые, как-то я переживала. Они как-то на позитиве будут, спасибо им. Вот кто жалуется, нету работы, да что, и кто-то за оплаты низкие. Ну впрягись, хочешь жить на море? Впрягись, но деньги уходят хорошо, все дорого. Цены высокие, ЖКХ тоже не низкая. Друзья, всем привет! Под прошлым интервью я просила вас собрать 700 лайков, и вы это сделали. Огромное спасибо каждому за поддержку. Я благодарю вас за вашу активность в комментариях. И также, друзья, давайте наберем на этом видео 800 лайков, и я сразу выпущу новое интервью с переехавшими на ПМЖ в Краснодарский край. Открою для вас секрет, это интервью с теми, кто переехал жить прямо на побережье к морю. Очень интересный сюжет, поэтому проявляйте свою активность и пишите свое мнение под этим видео. Всем приятного просмотра! Здравствуйте! Здравствуйте, девочки! Как вас зовут? Наталья. Откуда вы вообще к нам приехали? Из Екатеринбурга. Сколько вы времени уже здесь находитесь? С января, ой, это у этого года, с 13 января. Ну, 4 или 5 месяцев. Что вообще вас побудило переехать жить на юг? Мне кажется, все бы побудились, если бы была возможность у всех переехать на юг. Ну, или жить на Урале, или жить на море. Сюда приезжаешь, тут праздник. И, кажется, когда живешь на Урале, хочется в праздник. Еще пандемия началась, тем более захотелось. Я, видимо, морская, и всегда мне хотелось на море. Каждый год мы ездим, конечно, но это очень дорого. С каждым годом все дорого-дорого. У меня родственники, сестра моя живет в Сочи. Вышла замуж, ну, 40 лет с мужем. Зарь Минина вышла замуж. Привет, привет, Шурочка, любовь моя. У ней двое дедок. Дима, сына Рине, внуки, муж Сергей. В общем, всем привет, всех люблю, целую. Ну, не по карману в Сочи, сразу скажу. Конечно, москвичи молодцы, но сделали людям недоступно. И еще плюс, там мне по здоровью не очень. Там влажность, здесь в Сеном сухо, а там влажность, у меня астма никак. То есть выбирали именно такие районы, где сухой климат, но ближе к морю. Да, мы выбирали сухой климат. А то, что мы переехали, в этом, конечно, ваша вина. Ничего не могу сказать. Вы виноваты очень сильно. Можно сказать, заманили своим каналом. Я как-то присмотрелась, тянулась и приехала. Вот просто в никуда. Вот села, мне сейчас говорят, а как вы туда к вам приехали? У вас тут родственники нет. Глаза такие. А когда приехали зимой? А где жили? В гостинице. И вот так и приехали. А как вообще происходил переезд? Ужасно. Вы, конечно, говорили, что нелегко. Что нужно тут каждый гвоздик покупать. Помнишь, так Ксюша говорила? Там, что, конечно, это все... Ирина говорила, что сначала приедете, там посмотрите. Но мы сделали вообще так. Продали квартиру, собрали пятитонник. И, значит, погрузили машину на автоперевозчик. Все погрузили, купили билеты и поехали. Нам говорят, какой адрес у вас ввести мебель? Мы говорим, поселок Синой. А там встретимся. Ну, какой-то дом из пяти-то понравится. То есть вы уже ехали и нацелено у вас было несколько вариантов домов, которые вы хотели посмотреть? Да. Мы хотели, если на поселочек побольше, потому что, что, дети, они еще молодые. Тут ведь хорошо, тут и Сибирбанк есть, МФЦ есть, отдел почтовой связи, монетка, магнит, много магазинов. Большой строительный у нас, пирамида, мебельный у нас, Токио. Ну, может, я еще не все назвала, но тут, как говорится, Вся инфраструктура, школа у нас еще есть и поликлиника. Конечно. Еще школа. И ДК есть еще. ДК. Друзья, а я хочу спросить у вас, а на что ориентировались вы при выборе нового места жительства? Напишите об этом в комментариях, это очень важно. Рассматривали вы другие регионы для переезда? Конечно, мечта, мечта, мечта. Крым прекрасен, молодец, молодцы, что отстояли, Крым наш. Все горды за Россию, конечно, спасибо Путину. Значит, мы поехали, у меня дочь, слава Богу, я на пенсии, а дочь моя работает дистанционно. Она окончила два института, она переводчик с японского и английского. И получается, что она зарабатывает, и мы поехали в Крыму. Она говорит, мама, да вот давай в Крыму. Три посредника, хозяева, где на Украине, с документами бардак. Вот так вот можно просто остаться без дома. Раз там нету родней, нету кто бы мог помочь тебе, риэлторы, они ни за что не отвечают. Хоть они рассказывают, там берите, там все, мы проверили, все хорошо. Поверьте, ну, навряд ли. Ну, может, есть какие-то агентства хорошие, большие, но они и возьмут. Мне, например, не было 500 тысяч, чтобы агентству подарить, на проверку всех документов. Я вот вообще без риэлтора. У меня не было таких денег, чтобы я не могла себе позволить. Потому что они говорят, тут за одну цену, а приедешь и за то посчитают, и за то за десятая. Я сама искала и объехала Орловку, Любимовку. Мы же жили в Севастополе на северной стороне. Все понравилось. Там такой парк открыли, все шикарно. Цены высокие. Можно дачу купить в Орловке от 3 миллионов и Любимовке, даже в Северном Севастополе. Дачу от 3 до 4. Хорошие советские подводники там строили такие дачи, они прямо капитальные. Но тогда что? Какая прописка на даче? Вроде положена прописка в России, а не пропишешься. А как-то без прописки? У меня не поликлинику, ничего. Я инвалид второй группы. Ну вот как? Как? Что я не вызову? Врача надо. Мы уехали, не срослось. Я начала присматриваться к вашему каналу. Вы так хорошо, так и любите свой край. Теперь уже это ваш край. Хоть вы всегда говорите, мы приезжаем. Конечно, теперь это ваш край. Видно, что вы его любите. Видно, что вы много путешествуете. Все у вас хорошо. Ну, можно сказать, что вот так вот вы провинились. А что? Заманили вас сюда. Вот да. Ну, и как бы еще кого не заманили. А что вот именно здесь понравилось? Вот вы приехали. Ну, вначале ничего. Конечно, как бы летом-то у вас красивые сюжеты. Все. А потом Ирина говорит, ну, до зимой приезжайте, осмотритесь. Ну, приехали зимой. Холод. А это зима, такой не было много лет. Да. Да, ведь у вас. Я так поняла. Вы понимаете, снега по колено. Мы когда дом купили, я утром хотела выйти, а дверь не открывается. Я думала, заклинила. Она была засыпана снегом по колено. Ну, где такой на Еге? Вот такая зима, да? Да, южная. Да. Серость такая, волны такие. Залив, залив. Все говорят, у вас же не море, а залив. Половина-то выходит на море, там же, где мост, там же все открыто. Хорошо, залив здесь, да? Половина залива, а половина, если взять круг, половина открытое море. Тут такие волны, тут такие приливы-отливы, тут такие дельфины заплывают, и рыбалка, и чайки, и бакланы сами видели. Все есть. И как начали эти волны бить? Ветер ледяной, минус 12. Эти, свет отключали. У нас почему-то на улице нет, а здесь несколько раз свет отключали в поселке. Ну, так скажу, жутковато, страшновато, если бы мы не продали там все, и сюда бы не ехали наши вещи, а то получилось бы так, мы туда, значит, поехали. А наши бы вещи сюда бы приехали. Ну, дети-то они молодые, как-то я переживала. Они как-то на позитиве, вот спасибо им, со своим позитивом. Они сами распаковались, сами обустроились, молодцы. Поддержка была от детей. Вот если бы, да, не дети бы, конечно. Хотя они поехали из-за меня. У нас, понимаете, как по родству идет у моей мамы астма, она умерла от рака легких. Тетя моя, племянница моя, по женской линии у нас идет астма. И потом она перерастает, как это вот враг легких. И я так могу сказать, что 36 лет, причем у всех начинается, и многие поколения. И получается так, что уже 20, с 36-го 20 лет, 56 лет раз, 20 лет я каждый день ингаляторами, также гормона провожу терапию, эти самые, лежу в больнице. А гормоны, что гормоны? Кости разрушаются. Уже инвалидность заработала, все болит. И приехала просто оздоровляться, и дети, просто-напросто потеряв заработки, потеряв хорошие места работы, они говорят, мы мамой за тебя поехали, а ты хандришь. Давай, бери себя в руки. В общем, так они, вот без них они меня, конечно, подбодрили, сильно подбодрили, и променяли большой мегаполисный город, мегаполис на вот эту станицу. Посмотрим, как, не знаю, будет еще, видно все. Ну вот, какие-то изменения есть по здоровью? Вот сейчас, как вы здесь? А я вообще не брызгаюсь. То есть, вам подходит климат? Я брызгалась, пока снег, вот это самое, значит, ну там, видимо, еще были какие-то остатки с Екатеремолга, я поехала сюда простывшая. Девочки, вы знаете, вот мы летать, мне вызвали скорую. Мне стало сердцем плохо, я вот так испугалась, я вот как-то выйти из своего дома родного, вот как-то в раз. Мне стало, вот тут все сжет, мне зять скорую вызвал. Приезжает кардиолог, это с медсестрой, мне три раза сняли кардиограмму, говорит, поехали идти в больницу. Я говорю, я не могу, у меня самолет, через пять часов. Мне поставили укол, дали горсть таблеток, и говорят, приедете, идите в больницу. Вон сюда приехали, все забыли. И я сейчас ингаляторами не пользуюсь. Вот все-таки степной, сухой воздух, зимой даже, бросил, получается, зимой. То есть для осматиков здешние края подходят. Потому что на юг очень много едут именно северо в те, у кого какие-то болезни, в том числе легкие, чтобы как-то оздоровиться. Кожные, я думаю, легкие. И очень важно, чтобы климат именно подходил. Столкнулись ли вы с какими-нибудь трудностями при переезде? При самом переезде нам повезло то, что хозяин дома, который нам продал, он занимает высокое здесь положение, должность хорошую у него. Он так хорошо к нам отнесся, он нас встретил. А когда вез, говорит, говорит, а вы как так, у нас надо на большей машине, мы с вещами сразу, у нас чемодан настолько все. Он такой, так вы как вот, говорит, ну вы как-то, он сказал такое слово, отчаянный вы, говорит. Мы говорим, ну вот так вот, мы приехали. Он нас устроил зимой в гостиницу, бесплатно, договорился со своим другом тут. Ну зимой-то никого нет в гостинице. Раз всех знает, в гостиницу бесплатно, показал дома, вот говорит, ну хотите мой покупайте, хотите другой. Отвез в Тимрюк, в МФЦ, вот это все он нас возил на своей машине, потому что наша машина еще ехала на автопогрузчике. Всем всегда интересно, где работать, когда ты приезжаешь на новом месте. Как вы вообще искали работу и где нашли в итоге? Мы приехали, я думала, что вообще работать не буду. Думаю, у меня пенсии хватит, пусть дети работают. Получилось так, что деньги растаяли буквально месяц-два. Тут даже хоть и зима, но деньги уходят хорошо, все дорого. Цены высокие, ЖКХ тоже не низкая. И просто в один прекрасный день, это в середине апреля, я встаю и понимаю, что надо искать работу. Такая ситуация. Получилось так, что я пошла и, могу так сказать, я нашла три рабочих места за один день. Потом я постажировалась в этих трех местах и выбрала уже для себя комфортно. В этом магазине, получается, я администратор. Вот кто жалуется, нет работы, да что, и кто-то оплаты низкие. Ну, впригись, хочешь жить на море, впригись. Я тоже могла сесть и на свою пенсию 14 тысяч сидеть там на гречке, да. А вот я хочу стейк. То есть говорят себе, тут так тяжело, да тут ничего хорошего. А я кому говорю, а что, давайте на мою квартиру поменяемся, а никто не хочет. Было ли что-то, что вас удивило здесь? Я думала, что поменьше еще поселок. А здесь народу много. Магазины работают хорошо, ассортимент огромный. И местных много. А что меня удивило? Кстати, удивило. Они все добрые и отзывчивые люди. На позитиве, с улыбкой. Если вот на Урале, там, конечно, климат суровый, люди суровые там. А здесь они расслабленные. Вот я еще немножко такая суетливая. А они, вы знаете, вот такие. Они надышались травы. Кошки тут расслабленные, собаки добрые, хоть бегают в стаями. Но еще меня ни одна не укусила. Они тоже, знаете, вот так вот. Ну, все улыбаются. Может, и мы когда-то, пока вот это у нас пройдет. Вот вы тоже уже такие, смотрю, спокойные. И говори, говори. Пройдет, пройдет, да. Также это вкусные продукты. То, что все это только вкусное. Хочется все купить, попробовать. Тоже это все пройдет, но не сразу. Вкус другой, скажите, да. Курица вот эта желтая, яйца какие вкусные, хлеб. Я поправилась. Я сюда приехала от переживания 60 килограмм скелет. Просто скелет. Отличаются ли цены здесь и на вашей родине? Да, у нас на родине дешевле все. Здесь очень дорого. Зимой виноград мы приехали, думали, открою винограда. 350 рублей. Сейчас цены тоже высокие. Вот зимой, думали, подешевле высокие цены. Все дорого. Ну, то, что хорошо, что, конечно, натурально. Иногда думаешь, возьмешь немножко, ну, пусть хоть натуральное, пусть дорогое. Ну, все кубанское. Я стараюсь убрать местную. Конечно, буду поднимать местных производителей стараться. Пусть они развиваются. Я за то, чтобы они развивались. Засеивали поля, разводили стада. Вот это надо все нам, знаете, поднимать сельское хозяйство. Хватит этих коттеджей строить. Хватит. Хватит земли разбазаривать. Давайте их будем пахать, как наши деды. Чтим стариков, чтим ветеранов. Давайте будем чтить и колхозные наши. Какие труженики были полей. Какие тут уборки. Тут уже благодатный край. Посмотрите, какие Ксюша показывала. И поля, и виноградники. Все. Ну, работать надо. Надо возвращаться к тому, что было раньше. А иначе цены растут. Фермы эти возрождают, чтобы хозяйство держать. Сейчас говядина по 500 рублей, смотрите. Свинина по 320. Так это не по карману. Не по карману. Пенсионерам не по карману. Еще бытует мнение, что приезжим очень тяжело прижиться все-таки с местными. Что ты будешь здесь себя чувствовать все время чужим. Как вот у вас получилось? У меня как-то вот это по легкому прошла адаптация. Это такая общительная, быстро с соседями. Тут кто где живет. И все они приветливые. Тут даже, кстати, я поняла, что многие живут, они снимают жилье. Местные говорят, вот те, кто строил Крымский мост, очень многие остались. Снимают жилье и тут работают. Кто вахтовым методом, то так. И обжились, и уезжать-то они хотят. Даже при съемном жилье. И снимают они за 15-20 тысяч. Вот тоже говорят, что здесь не очень с медициной. Вам пришлось столкнуться с этим? Нет, я не болела пока. Я сталкивалась с медициной на Урале. У меня только она уходила на лекарства мои, которые пожизненные. Где-то 5 тысяч в месяц. Я пока здесь не знаю ничего. Знаешь, что из поликлиники я сначала приехала. Ага, тут вот врачи буду знать. Так, давайте запишите на холодильник телефон, скорую как вызываю. А вдруг она не приедет, такой снег. Все приезжает. Вот и скорая. И поликлиника работает. Нормально все. Ну, может быть, не на таком уровне. Ну, уезжайте в Краснодар. Там хорошие уровни. Ну, что теперь делать? Хотите природу? Да. Он, знаете, он целебный. Если что-то боитесь, я думаю, что, во-первых, оздоровитесь. А все болезни от нервов. Потихонечку, потихонечку. И выздоровимся. Ну, конечно, время покажет. Время покажет, узнаем на сравнении. Так может быть, пока энтузиазм, все хорошо. Успели ли вы обнаружить какие-то минусы здесь? Цены. Цены высокие. Зарплаты, конечно, низковатые. Ну, я, знаете, как смотрю на это позитивно. Да, пусть я получаю 20 тысяч. Пусть. Но смотрите как. Я бы в Екатеринбурге получала бы 40. Давайте так, да? 20 от них я бы откладывала на отпуск. То есть у меня оставались те же 20. Пожалуйста. А здесь живешь в море. Да. Я не коплю на отпуск. Знаете, как отпуск? Мы поехали с мужем. Ну, правда, мы взяли еще сына с женой, с внука. У нас с Тудак поехали. У нас в 200 тысяч за месяц отпуск обошелся. То есть два номера. Понимаете, вот это все. Две семьи. Ну, как две семьи мы с мужем. Они продукты, питание. Все там дорого в Крыму. Все еще. Да и тут вот кажется дорого. Ну, поверьте, здесь не самые тут. Еще демократические цены. Почему сюда хорошо приезжаю? Здесь еще можно пока купить еще простор. И дом можно купить, и все. А там, где вот ее уже не приткнуться, и очень тесно, как-то мне туда не хочется. Я уже пожила в тесном мегаполисе. Мне вот хочется уже простора. А здесь простор, степи. Ну, еще, наверное, экономия в одежде. В одежде зимней. Наверное, посмотрим. Ну, в эту зиму я все зимнее свое носила. Ну, по крайней мере, у вас будет одежда, но сапоги вам не нужно будет каждый год покупать. Ну, да, мы тут вот как в галоши залезли. Грязь-то вот эта. Ну, правда, грязь-то вот эта, да. Вот обувь жалко. Пришлось тут вот это. А потом так быстро все высохло. Ну, столько снега не было такого. Ну, как-то так, знаете, вот раз снег выпал, потом он обычно растает грязно маленько. Но не то, что там ты вот до какого месяца? Уже до какого месяца у нас там обычный холод? До апреля месяца? До мая месяца ты ждешь, когда все растает. Ну, вот я думала, что я приеду, мне хватит пенсии. Я, конечно, надеялась. Думала, свой домик. За квартиру мы много платим. Думала, 8 тысяч выходит. А здесь получилось еще вот что хотела. Минус так. Кстати, о минусах. Я думала, у нас, значит, свой дом. Раз я инвалид второй группы, я возьму субсидию, оформлю. И мне будет 50% этого, значит, скидка за коммунальные все платежи. Здесь получается так, что здесь, ну, у меня не получилось купить дом с газом. У нас электричество, электрокотел. И вот эти холодные 3 месяца у меня выходило за электроэнергию 10 тысяч. Плюс септик зимой тоже плохо это впитывается. Приходилось 2 раза по 750 в месяц отдавать. Сейчас вот летом, видимо, земля не промерзлая, впитывается септик. И вот, может, теперь посмотрим за электрокотел. Сейчас мы его отключили. Сколько придет? Ну, все говорят, ну, все равно 1006 приходит. Ну, что, не будешь же экономить на гигиене своей, на антисанитарии? Ну, правильно ведь? Ну, что? Ну, сколько будет, сколько будет. Ну, вот экономия на этом пенсионерам не приходится, конечно. Государство тут не помогает. Не заинтересовано оно, чтобы пенсионеры переезжали. Сделали бы так, чтобы в больших городах молодежь бы жила. Ну, что там старики, они мешаются только вот пробки у вас. Так вы половину отправьте. Ну, надо же с какой-то поддержкой. Вот как вот мы поехали никуда. Только я слегла. Ну, можно сказать просто, ну, как вот, на их нервы не выдержали. А что, ну, что другие, тоже люди. Какая вообще у вас вода дома? У нас скважина, 110 метров. Очень хорошая. Воды очень много. Мы ее просто пьем из-под крана. Ну, мы поставили, из метра купили очиститель, аквафор. Ну, и пьем прямо из-под крана. Ну, а до того, как вы поставили очиститель, она какая была? Говорят, хорошая мы проверили. Ее пить можно. Ну, мы же таким и не привыкли пить. Все равно, вот, все скажут хорошее. Ну, решили все равно вот... Поставить еще очистку. Мало ли лета. Ну, что, ну, куда я знаю. А мы проверяли вообще? Да, да. Да, вода хорошая соответствует нормам санитарных суда. Так, а вот бывают перебои с электричеством? У нас ни разу. Вот по центральной улице, там много магазинов идет перенагрузка, видимо. А где частные дома, у нас ни разу не выключали, потому что если бы выключили, ребята, мы бы там замерзли по зимой. Наши электрокотелы электрические. Если бы у нас выключили бы, мы, наверное, бы тогда в гостиницу нам пришлось бы ехать. Ну, так вот и говорят, сутки самое большое здесь выключали один раз. Из-за ветров, когда вывали в зиму. Да, да, они обледенеют, это провода, и здесь, значит, отключали. У нас нет, в домах нет. А в магазине мы сидели без света. Как переносите ветра? Ну, вот сейчас хорошо, теплый. Когда холодно, да, я так вот шарф одеваю. Но я в Екатеринбурге тоже всю зиму в шарфе, потому что на улицу воду я задыхаюсь. А передвигаться нужно? Нет, я там просто задыхалась, я на холоде не могла дышать. Все, спасибо вам большое за интервью. Это вам спасибо, что вы такие молодцы, что вы развиваете свой канал, и что, Ксюша, ты учишься, из Краснодара не забываешь, родители ездишь. И то, что ты понимаешь, еще канал ведешь, и нагрузка такая у тебя, удивляюсь, конечно, молодец, ты умничка. Продолжай в том же днике. Спасибо большое. Пожалуйста, девочки. Спасибо большое вам. До свидания. До свидания.